Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об испанском футболе, где сейчас темой номер один стал уход Карима Бензима из мадридского Реала. Несколько дней назад я уже выпускал ролик о возможном переезде Карима, тогда еще не было официально объявлено об этом трансфере. Более того, через день после моего ролика появилась информация о том, что все-таки Карим решил остаться, и я как болельщик мадридского клуба даже немножко обрадовался, но, увы. Потом было объявлено об уходе Карима, о том, что он отправляется в Саудовскую Аравию, как, видимо, зарабатывать себе на безбедную старость не только своим внукам, но и правнукам, и тут, наверное, сложно его судить. Когда тебе предлагают такие бабки, отказаться практически невозможно. К тому же сейчас вот саудиты тратят подобные немыслимые, просто вот сотни миллионов на подписание суперзвезд, там, и касательно Бензима, и других футболистов много слухов. Вот в Саудовской Аравии все как будто свихнулись на теме футбола и на теме денег. И, пожалуйста, сейчас есть шанс заработать просто несусветное состояние. Так что можно понять Карима. Кто знает, что будет дальше? Может, через полгода уже такое предложение тебе не сделают. Тем более, что Карима уже немало лет, нужно думать и о старости, и о деньгах, и обо всем остальном. Так что можно понять человека. Да, обидно, да, неприятно. Мне, как болельщику Реала, ну, шо поделаешь. И вот на фоне всего этого, на фоне того, что печальные слухи подтвердились, мне хотелось бы обсудить то, как теперь Реалу строить команду. Потому что ушел Бензима. Ушел, как видимо, еще и Асенсио. Азар и Мариано, может быть, не такие серьезные потери. Но это футболисты, которые, ну, хотя бы формально были резервом. И сейчас у Мадрида, вот прямо вот сейчас, в реальном времени, осталось всего два фактически нападающих. Это Родриго и Венисиус. Ребят толковые, но в два, знаете, футболиста атаку не вытянешь целый сезон. И возникает логичный вопрос, кого сейчас Мадрид подпишет вместо Бензима, и как он постарается перестроить свою команду. Давайте обсудим самые интересные варианты для перестройки атаки Реала. Кто заменит Карим? Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, во-первых, следует отметить, что в ближайшее время будет объявлено о подписании первого новичка мадридцев в это летнее трансферное окно. И речь, кстати, про центрального нападающего, причем про центр-форварда сборной Испании, который достаточно много забил в текущем сезоне, который, между прочим, когда-то уже выступал за мадридский Реал. Речь про Хаселу или Хаселу Сан-Мантин, как полностью звучит его там имя-фамилия, скажем так. Человек небезынтересный, 17 мячей в текущем чемпионате Испании забил, один из лучших галеодоров, переходит из Испаньола, который вылетел, кстати, в низшую лигу, но тут, наверное, сложно обвинять Хаселу в этой ситуации. Игрок опытный, к тому же, с мадридским прошлым, это не воспитанник клуба, конечно же, но человек, который был в Кастилье, в молодежной команде, так что не чужой. Футболист любопытный, но я не верю, если честно, что на него будет делаться основная ставка, что он будет основным форвардом. Все-таки, сами понимаете, больше тридцатника, игрок хороший, крепкий, но не для роли основного форварда Реала, поэтому здесь маловероятно. Мы, конечно, можем представить, что у него прям пойдет великолепная игра, что он окажется идеальным напарником для Винни и Родриго, и тогда вот, дескать, этот ветеран парочку сезонов отбегает. А там уже появится Эндрик, молодой мегаперспективный бразилец, который подрастет к этому моменту, и вот будет бразильская супертройка. Ну, в таком случае получается, что на некоторое время одного ветерана заменили на другого. Но мне кажется, что для Реала это будет слишком. Тем более сейчас, после ухода Бензима и кучи других игроков, ждут каких-то звездных подписаний. Взять Хаселлу? Ну, это смешно для мадридского клуба. Поэтому сейчас, конечно, в первую очередь все ждут подписания суперзвезды. Что Хаселлу будет надежным вторым форвардом, который, если что, выйдет, забьет, поможет и так далее. А основным будет, ну, понятное дело, задирайте планку повыше, Кейн или Холланд. И, дескать, на фоне этих слухов даже Холланду предложили новый контракт, чтобы точно закрепить его за Манчестер-Сити. Но что я могу сказать? Это, конечно, было бы очень круто. Кейн — это вообще почти что мечта для Мадрида, потому что футболист в последнее время очень здорово прибавил в плане розыгрыша, в плане умения созидать. И он для суперзвездных крайков Венисиуса и Родриго может стать просто идеальным напарником. К тому же это английская звезда, один из лучших нападающих мира. Это подписание статусного игрока. Таких подписаний давно в Мадриде не было. Почему бы и нет, как говорится. Ну и вообще Кейн — это человек небезынтересный, который способен лидером стать и так далее. И он будет бешено мотивирован, потому что в Тоттенхэме не особо, прям скажем, трофеев набрал, а в Реале шанс есть. Но Кейн — это очень дорогой вариант. Придется платить до хрена. Мы знаем, кто руководит Тоттенхэмом и что этот человек умеет выжимать максимум. Поэтому будет дорого. Холланд будет еще дороже, скорее всего, потому что на данный момент нет никаких подтверждений, что у него в контракте есть опция на переход в Реал за ограниченные деньги. Мне кажется, если бы такая опция была, что, допустим, для всех команд Холланд стоит 200 миллионов, а для Реала — 80. Я думаю, Мадрид уже давно бы его купил, скорее всего. Но почему-то этого не происходит. Поэтому здесь перед Пересом, руководителем Реала, будет главный вопрос. Готов ли он снова включать режим Галактикос и подписывать Суперзвезду? Либо будет и дальше строить молодую перспективную команду и надеяться, что постепенно сейчас вырастет тот самый Эндрик. Бразильский супернападающий, а до его переезда, ну, как-нибудь пропетляем. Просто петлять придется достаточно долго. Поэтому в Реале уже есть молодой суперталантливый нападающий Альваро. Он же Альваро Родригес. Ну, по-моему, в Испании его в основном называют просто Альваро, который, кстати, уже и в основе Реала поиграл. И в молодежке считается одним из суперперспективных молодых ребят уругвает с испанским паспортом. Но делать ставку на 18-летнего пацана такое себе. В Мадрид давненько такого не было. Тот же самый Рауль, да, он с юных лет как-то начал зажигать. Но Рауль это человек, про которого в Мадриде знали задолго. До его дебюта на взрослом серьезном уровне. Это человек, вокруг которого уже скандалы были. Он ведь из системы Атлетико перешел в Реал. Причем в тот момент, когда в Атлетико сыпался клуб и сыпалась молодежная система. Полузакрытая уже на тот момент. То есть про Рауля там задолго до его дебюта было много разговоров. Как сейчас про бразильца Эндрика. А Альваро, ну окей, пока что это не выглядит, вот знаете, как вариант здесь и сейчас. Что вот он выйдет и станет 18-летним супердарованием, который сходу заиграет в Мадриде. Поэтому здесь суперзвездные варианты. Это слишком дорого. Молодые варианты. Слишком рискованно. Играть с ложными девятками и без сентерфорварда. Но можно попробовать. Тем более, что есть слухи, что у Реала практически на мази подписание Хавертса. Но опять же, как это будет функционировать, как это будет работать, неясно и неясно. Понравится ли такой вариант Анчелоти, если он останется в клубе. Либо новому тренеру, если он придет. Поэтому здесь придется покупать нападающего. В качестве более дешевых альтернатив для Кейна и для того же самого Холланда появляются сообщения про Рей Шарлисона и Влаховича. Которые могут стать вот такими средними вариантами. Это уже статусные футболисты, опытные, не какие-то молодые юниоры, которые не факт, что заиграют. Но это и не супердорогие варианты, вроде того же самого Кейна за 200 миллионов с лишним. Однако, ну не знаю, как бы это сказать помягче. Влахович и Рей Шарлисон это те люди, которые оставляют очень много вопросов своей игрой в своих нынешних коллективах. Насколько они справятся с ролью девятки в реале, это очень большой вопрос. Поэтому здесь, конечно, можно выискивать какие-то плюсы. Что и Шарлисон сыгран с Родриго и Венисиусом, и возможно с ними, почувствовав себя как будто в сборной Бразилии по футболу, он покажет себя. Что Влахович, но все-таки умеет забивать. И да, у него в Ювентусе так себя пока что клеится на фоне лучших сезонов. Но в реале он как-то, знаете, поисполнится и сразу начнет колотить мячи семимельными темпами. Правда, последний сербский нападающий в реале это был Йович. И как-то так себе получилось, нового Миятовича из него не выросло. В общем, звучат эти варианты как-то странно и как-то даже слишком приземленно для мадридского клуба. В этих условиях может так случиться, что возможно и Хаселу окажется более полезным нападающим, чем Рей Шарлисон и Влахович. И спрашивается, если нет разницы, зачем платить больше. В общем, как правильно отметил Вадик Лукомский, мой хороший товарищ на Sports.ru, Бензима очень серьезно поломал структуру Мадрида. Мадрид очень, как видимо, хотел, чтобы Бензима доиграл тот период, пока Эндрик, молодой суперталант, не вырастет и не переедет в сливочный клуб. Либо пока Мбаппе не станет свободным агентом, чтобы он перешел. А сейчас ломается как-то все и следующий сезон под большим вопросом. Как сливочные будут выходить из этой ситуации, тут, как говорится, посмотрим. Но это будет все равно очень-очень тяжело.